Для нас большая честь и радость поделиться тем Божьим благословением, которое Господь дарует нам. Все, что Он дал нам, это ваше. Поэтому мы стараемся выкладывать проповеди, семинары, наставления, которые проходят в нашей Церкви, так, чтобы служить как наше общение, так и всем вам, дорогие. Пожалуйста, молитесь, открывайте Божье Слово, слушайте внимательно, и пусть Божья истина, которая по-настоящему исцеляет наши сердца, успокаивает наш разум, насыщает нашу душу, благословит вас сегодня. Наша молитва и желание, чтобы Иисус был прославлен, а вы обрели Его благословение. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть безупречными и чистыми детьми Божьими, непорочными среди истроптивого и разращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово в жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Аминь. Дорогие братья, дорогие сестры, Мы с вами все находимся в разных обстоятельствах жизни. У кого-то, кажется, все идет в гору, на подъем. У кого-то, кажется, все оказывается, знаете, скотчками, а кто-то, кажется, катится совсем вниз. Но это Божье Слово, обращенное каждому из нас, где бы мы себя ни нашли, Сам Иисус находит нас через Своё Слово. Давайте мы помолимся, чтобы Он благословил нас. Разуметь. Отец наш милосердный, благодарность Тебе за невероятную милость. Мы живем в том поколении, в котором Твое Слово, Святое Слово, Совершенное Слово, Единственное Правдивое, Во всем Безошибочное, Стало таким доступным для нас. Благодарность Тебе за эту невероятную привилегию собраться в первый день недели, в воскресенье, чтобы поклониться Тебе, чтобы пережить встречу с Тобою, когда Твоя истина, Твое Слово возвещалось нам в пении, в наших молитвах, в чтении Писания, и сегодня, сейчас, в проповеди. Господи, благодарность Тебе, что мы можем посвятить первый день недели Тебе, ожидая Твоего благословения на всю оставшуюся неделю. Благодарность Тебе за то, что Ты сейчас, прямо сейчас, в этот момент, присутствуешь в этом зале Духом Святым, разговаривая и обращаясь к каждому сердцу. Мы нуждаемся в том, чтобы наш разум был сейчас внимателен, наше сердце было расположено, наша воля была готова быть послушной. Пожалуйста, благослови нас, Ты знаешь, кто где находится, у кого какие обстоятельства и ситуации. Тебе хорошо известно настроение нашей души. Мы молимся о том, чтобы Ты благословил нас каждого, кто в чем имеет нужду. И мы знаем, что благословение приходит через Твою истину. Поэтому просим, помоги нам ее понять, полюбить и применить. Во славу Твою просим, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пожалуйста, дорогие, занимайте места. Как я понимаю, сегодня наш зал отличается от того, что было вчера и подавчера. Теперь здесь присутствует большое количество мужчин, братьев. и, знаете, вдогонку, что ли, нашей конференции там был очень самый популярный мерч. По-моему, от дерева не ем, со змеями не общаюсь, не разговариваю. Вот мне хочется теперь получить такую футболку. Муж той, которая со всякими змеями не разговаривает и деревьев не ест. Надо подумать, как бы, для предстоящей братской встречи. Недавнее исследование показывает, что 77% россиян недовольны текущим местом работы. И основная причина недовольства, как вы думаете, какая? Это низкая зарплата. и отсутствие перспектив ее роста. Но вы знаете, каков процент людей, которые готовы сменить свою работу? Только каждый третий из опрошенных, только каждый третий из недовольных, если быть более точным, планирует сменить работу в следующем году. причем по данным опроса сайта работа.ру 75% россиян еще и недовольны своим нынешним работодателем. И только 25% все устраивает. Я могу продолжить, давая еще некоторые детали, но похоже, многие из нашего города, жители нашего города, предпочитают жаловаться, чем предпринимать какие-либо действия. Наша греховная человеческая природа помогает нам впадать и оставаться в таком состоянии недовольства очень легко. Ну, есть еще одно интересное исследование, которое я поискал именно по причине прошедшей женской конференции. Проект Lady Mail.ru Lady, главный акцент, ну, Mail.ru понятно. Провел опрос среди более 12 тысяч человек, посвященные отношению россиян к собственной внешности. Так вот, выяснилось, что большинство опрошенных недовольны своим внешним видом. 70% среди женщин, 63% среди мужчин. Они стесняются своего внешнего облика. Лишь 7% женщин и 13% мужчин убеждены, что они красивы. Знаете, я погуглил маленько интернет на предмет недовольства и неудовлетворенности. И знаете, это просто ужасающая реальность. Мы живем в окружении огромного количества недовольных и жалующихся людей. У одного автора я прочитал забавный комментарий. Господь сотворил мир за шесть дней. Седьмой день он отдыхал, а на восьмой день принимал жалобы от людей. Наши сердца естественно и легко впадают в недовольство, словно под действием какого-то гравитационного притяжения. Ведь кажется, что жалоба является естественной реакцией на какие-то разочаровывающие события. Для того, чтобы появилось недовольство, не нужно направлять приглашение. Оно само приходит к нам в гости, как незваный гость, поселяется в нашей спальне, распаковывает свой багаж и начинает загрузку грязного белья. Даже когда вы пытаетесь ее выгнать, выносите ее сумку на улице, она все равно забирается через окошко гостевой комнаты, жалоба сопротивляется всякому выселению. Недовольство подобно подводному течению, которое стремится утащить нас далеко в океан, так, чтобы мы там потонули. Но, знаете, не менее опасно и то, что дух недовольства может вовлечь не только нас, но и наших окружающих и поразить коррозией не только нашу радость и надежду, но и их радость и надежду. Апостол Павел только что повелел церкви в городе Филиппы совершать свое спасение, то есть отправиться в увлекательное духовное путешествие по преображению своей жизни на пути уподобления Христу в его ценностях, приоритетах, характере, поведении, восприятиях, ценностях. В конце концов, Он Господь всего, Он спаситель их души, Он Господин их жизни. Но апостол знает, что есть одна серьезная опасность на пути этого преображения, чтобы спасение пришло во все сферы нашей жизни, жизни как отдельного человека, так и общины в целом. это позволить этому незваному гостю, жалобному духу поселиться в нашем доме, поселиться в нашей жизни, поселиться в нашей общении. Мы с вами продолжаем изучать послание к филиппинцам, и сегодня мы внимательно посмотрим на 14-15 стих, маленько захватим 16-й стих, которые дойдут нам четыре принципа, которые позволят нам, или, можно сказать, которые помогут нам не позволить, чтобы нас затянуло воронку ворчания и неудовлетворенности, которые пропитали наше общество. Итак, первое повеление, которое дает нам здесь апостол, находится в начале 14-го стиха. Сам 14-й стих. Все делайте без ропота и сомнения. Все делайте без ропота и сомнения. Вообще это повеление, это апостольское повеление, значит, это Божие повеление каждому из нас. Павел, опираясь на пример смирения Христа и его благодать, повелевая своим слушателям, теперь возрастать вере, покоряясь Божьей современной власти, а это значит все делать без ропота и сомнения. очевидно, что верный признак спасения, верный признак того, что человек пошел за Богом, что он живет с Богом, это он делает все без ропота и сомнения. Но вот здесь есть нюанс, кажется, очень важно понять, что значит это слово все, что значит это все, все делайте без ропота. Вот знаете, в моей личной переработанной версии Библии, с которой мне гораздо удобнее работать, говорится делайте некоторые дела без ропота. Значит, я могу делать что-то с радостью, а что-то делать с ропотом. И там у меня еще такой вариант есть, старайся делать большую часть своих дел без ворчания. К чему это я говорю? К тому, что у нас есть склонность читая библейский текст, взять какое-то слово, в данном контексте это слово все, и что касается меня, поискать какие-то возможные исключения. Мы можем поискать какие-то лазейки, так, чтобы читать это повеление не прямо, а, знаете, избирательно применять его в нашей жизни. но апостол Павел здесь буквально пишет все, 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 делайте без ропота и сомнения. Причем он не позволяет нам выбирать, что мы будем делать с радостным и довольным сердцем, а что мы будем делать с ропотом и недовольством. Кто-то может сказать, ну вообще как бы ворчание это вот моя индивидуальность такая. Про некоторых людей говорят, что они родились в винительном падеже. Ну это типа, знаете, мой характер, моя особенность такая, ну если хотите, моя уникальность. Поэтому возникает снова вопрос, ну правда ли, что апостол сказал все значит все? Или просто Павел имел ввиду все для тех, которые вот такие нормальные, добрые, ну хотя бы как наш, там не знаю, пастор Виктор, радостные и счастливые. Или все-таки есть какие-то исключения из правил? Означает ли это, что когда потребуется сделать домашнюю уборку, то я буду это делать не жалуясь? Означает ли это, неужели теперь мне надо заниматься без недовольства моими домашними какими-то обязанностями? Не знаю, вот если обычно мать, домохозяйка готовить пищу, убирать, стирать, гладить, прибираться, ну вот мужчина ремонтировать, идти на прогулку с детьми, принимать гостей, неужели теперь все это нужно сделать без недовольства? Такой радостью в душе. Касается ли это нашей работы? Вот мы садимся за телефон там или за компьютер в нашем рабочем месте и не жалуемся на решение нашего руководителя, который нам дал поручение либо добавил какое-то задание? Неужели нам теперь нельзя пороптать на правительство или на начальство? Неужели нам нельзя пойти на поводу своих коллег, которые так любят посудачить о ком-то в офисе, если его нету рядом? Неужели нам нельзя поддаться этому витающему воздуху, духу недовольства и неудовлетворенности, который постоянно всех делает несчастными вокруг нас? Неужели теперь нельзя? Или Павел все-таки имеет в виду, что не нужно жаловаться, когда приходите на богослужение, на церковное собрание или просто какое-то церковное служение совершаете? Вот, знаете, по той причине, что апостол Павел здесь не уточняет. Он не говорит, я говорю о том, что все делайте без ропота, когда вы собираетесь вместе как церковь. Или все делайте без ропота, когда вы поехали в гости. Потому что Павел не уточняет, то мы можем сказать с уверенностью, что этот принцип применим ко всем сферам нашей жизни. Это всеохватывающий принцип жизни христианина. Другими словами, это Павел не оставляет нам никакого места, никакой лазейки для исключений. Все означает буквально все. Вот так и подтвердите в своих Библиях. Все. Особенно это всеохватывающее повеление следует применять к непривлекательным вещам или занятиям в жизни. К обыденным вещам. Чаще всего к обыденным вещам. Большая часть наших дел это такая некая рутина. Не обязательно, что она плохая или греховная. Это просто рутина жизни. Почему? Потому что обычно мы с вами не жалуемся, когда отправляемся в отпуск. Я вот не знал никого обычно, кто говорит, какой ужас, опять ехать в отпуск. Зачем он нужен? Я, знаете, не видел проблемы, жалобы, когда люди спускались с какой-то супергорки в нашем аквапарке. или когда мы встречаем рассвет в горах, или мы не жалуемся, когда идем в любимый ресторан, или съедаем вкусный пончик, ну, или стейк, или что вы там любите вкушать. Я не помню, чтобы кто-то кушал свою любимую еду и говорил, какой кошмар, опять ее надо есть. Нет, такие обстоятельства не нуждаются в предупреждении о том, чтобы не роптать. но вот такие вещи, которые нам, может быть, не особо нравятся, не особо вдохновляют, но которые нужно делать вот для этих вещей. Будем помнить это слово апостола, слово Божие. Все делайте без ропота и сомнения. Причем слово, которое Павел использует здесь в нашем стихе, которое приведено как ропот, оно буквально означает бормотание, тихое ворчание, выражение недовольства. Оно передает такое низкое, угрожающее, недовольное ворчание толпы, недоверяющие своим руководителям, готовые сбунтоваться. В Септуангинте, это греческом переводе Ветхого Завета, это слово употребляется в отношении ропота Израиля по отношению к Богу. Древние израильтяне роптали, находясь в Египте, они роптали после своего освобождения из Египта, они роптали потому, что у них не было привычной еды, они роптали, что все потом, что у них было, это манна, это чудесная манна, они роптали на свое руководство, они роптали на своего верного Бога, они роптали в течение сорока лет, так что в книге числа, глава 14, стих 27 сказано, доколе, это сам Бог говорит, доколе злому обществу этому роптать на меня. Псалмопевец подводит итог пребывания израильтян в пустыне таким описанием, это Псалом 105, стих 25, и роптали в шатрах своих, не слушались глаза Господня. Нам всем стоит осознать, что ропот это не просто жалобы, это богословская проблема. Именно поэтому апостол Павел здесь отмечает, что Бог суверенно действует во всем, что касается нашей жизни. Давайте скажем прямо, в жизни христианина абсолютно ничего не происходит случайно. Иисус говорит, что даже волосы на нашей голове сочтены. Нашей жизнью управляет не случай, не злой рок, не какая-то безликая судьба. Нашей жизнью управляет сам Господь Бог, суверенно давая нам и хотение действия по своему благоволению, как мы читали в прошлый раз. Поэтому робот это богословская проблема. Робот это результат отсутствия послушного смирения. Это фактически проявление нашей гордыни, но направленной не против людей на самом деле, хотя мы можем роптать на них, направленных против Бога. Типа, Господь, ты ошибся, что в моей жизни это происходит, ты мне дал ни того, либо начальника, либо подчиненного, ни того мужа, или жену, ни тех детей, соседей, близких, знакомых, ни те обстоятельства, в конце концов, Господь, я заслуживаю лучшего или большего, или я этого не заслуживаю. Это происходит от нашего эгоистичного представления о себе, что нам нужно или что нам не нужно. Что-то в жизни не ладится, и появляется причина для недовольства, ворчания. Со временем мы можем заболеть, если не остановимся духом ропотника. Когда я готовился к проповеди, то мне вспомнилась одна старая песня из сборника духовных песен. По-моему, номер 904. Я их многие еще по номерам помню. Я не умею петь, уж точно красиво, но я прочитаю вам парочку куплетов. Кстати, переводная песня, но старая. Есть люди в этом мире, деревне, городах, их жизнь есть вечный ропот всегда во всех делах. Они всем недовольны, им угодить не в мочь, то есть их тяжкий недуг все ропчут день и ночь. И там припев такой, о, они ропчут понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу, ропчут суббота, воскресенье, ропчут всю неделю. Им тяжело в деревнях, им плохо в городах, все люди им плохие, их речи ох да ах. Жена винит все мужа, а муж винит жену, они всегда находят других людях вину. И вот такой, знаете, припев, ну, не припев, а куплет поближе к нам. То цены слишком низкие, то слишком высокие, так ропчат год за годом всю жизнь свою они. Плохой для них пресс-фитер, не нравится им хор, но у нас хора нету, поэтому вот уже и нету его, ведь, по крайней мере, на сцене. Не так сказали слово и не на месте сбор. Это, видимо, диакона прислали информацию. Плохи для них все члены, все делают не так, и им, как ни стараться, не угодить никак. В собрании они редко, то жарко, то сквозит, то их пугает дождик, то голова болит. И там дальше в конце призыв к покаянию. Понимаете, вот это, я когда читал, то подумал, так это же национальный гимн падшего человечества. Все началось с Адама, и мы сейчас с вами знаем, что он сделал после грехопадения. Вместо того, чтобы взять вину на себя и понести ответственность и в конце концов не стоять и не наблюдать, как жена его падает и не принимать от нее этот плод, он вместо того, чтобы взять вину на себя и принять ответственность, он сказал, что вообще-то во всем Бог это виновата жена, которую ты мне дал. он свалил, он свалил вину на жену и обвинил Бога в этом. Он стал первым человеком, который зарегистрировал самую первую жалобу на Бога. Это все жена, которую ты мне дал. Он стал первым жалобщиком в истории цивилизации. Ропот и недовольство стало первым проявлением, первым непосредственным результатом грехопадения, первородного греха. Эта песня была потом подхвачена древним Израилем и на удивление она проникла также в церковь Нового Завета. Наша греховная природа, мы рождаемся ропотниками. Если у вас маленькие дети или вы помните этих маленьких детей, то вы знаете, что когда они плачут, у них разный вид плача есть. И поверьте, не всегда благодарный плач. И Павел предупреждает здесь филиппийцев и закрывает все лазейки. Но знайте, жалобный дух, дух ропота так или иначе влияет не только на того, кто жалуется, но и на всех, кто находится в пределах слышимости. Жалобный дух любит компанию. Дух ропотника любит компанию. И поэтому такое отношение влияет на окружение. Вероятно, вы слышали печально забавную историю о том, как один полицейский приехал по вызову к мосту, где человек решил свести счеты со своей жизнью и прыгнуть вниз. Страж порядка спросил, почему он хочет это сделать. И человек стал жаловаться на жизнь, на жену, на мать, на окружение, на несправедливости, на трудности и проблемы. И все завершилось тем, что они прыгнули оба вниз. Но знаете, я также почитал немало историй о том, как люди поддерживали друг друга, оказываясь в трудных ситуациях, спортивные или марафоны, или какие-то события, мероприятия. Понимаете, мы можем укреплять сердца друг друга, а можем огорчать, мы можем ободрять, а можем обескураживать, мы можем помогать, а можем ослаблять, можем создать атмосферу радости и созидания, а можем порождать дух недовольства и смущения. Вот почему Павел говорит в этом послании, все делайте без ропота и сомнения, а в другом послании, послании феновикицам, говорит, за все благодарите. По сути, мое сердце либо полно благодарности, либо ропота, и это приходит в мои уста, и я порождаю либо атмосферу созидания, либо атмосферу разрушения. Обратите внимание, Павел добавляет здесь также, все делайте без ропота и сомнений. Слово сомнений не очень удачно здесь в нашем переводе звучит. Слово, которое он выбрал для обозначения сомнений, относится к спорам, пререканиям, препирательствам. И можно его описать как бесполезное, иногда грубое дискутирование или оспаривание. То есть ссоры и разногласия. Все делайте без ропота, без этого ворчания, без жалобы и споров, пререканий. Понимаете, иногда мы с вами воспринимаем ворчание как, ну, нечто греховное, потому что такая, ну, знаете, эмоция. Вот я эмоционально ворчу, жалуюсь, а вот когда я спорю, типа это нормально. Это же интеллектуальный процесс. Я просто дискутирую, и это поступок такой интеллектуальный, однако, Павел здесь показывает, что и то, и другое исходит из гордыни, от недовольства, что делает их контрпродуктивными, обескураживающими и разделяющими. Даже когда я выказываю несогласие, надо проверить. Это несогласие созидания, и это несогласие идет из духа недовольства. И если даже оно не имеет эмоциональной краски, оно не значит лучше. Павел говорит, что это такое же ужасное проявление моей гордыни, как и ворчание эмоциональное недовольство. Было ли такое поведение угрозой для церкви в Филиппах? Конечно. Даже для такой хорошей церкви, как была филиппийская церковь. Потому что у нас есть с вами склонность, начиная с Адама, даже у верующих, поддаться под влияние жалобного, припирающего, спорящего духа. Перестать быть благодарными и начать ворчать, выказывая недовольство. И знаете что? Это лишает радости всех вокруг. И РБЦ, начиная переводиться не радостная библейская церковь, а ропчущая библейская, как бы библейская церковь. Я наткнулся на довольно забавную историю пожилой пари, которая жила вместе в доме престарелых. Они прожили в браке 60 лет. И их отношения были наполнены ворчанием, конфликтом по любому поводу, включая друг друга, постоянными ссорами и даже криками. Все стало настолько плохо, что администрация сказала им, что если они не справятся, то их выгонят с этого дома престарелых. Но даже тогда супруги не смогли договориться. Даже угроза изгнания их не остановила. И вот что они решили сделать. Точнее, жена. Жена сказала мужу. Вот что нам нужно сделать. Давай помолимся, чтобы один из нас умер. А после похорон я уйду жить своей сестре. Понимаете? Вот этот текст написан Павлом не для того, чтобы сказать, давайте помолимся, чтобы все эти ворчливые жалобщики померли. мы их похороним и просто будет радостно. Этот текст написан и для пасторов, для меня тоже, и для членов церкви, и для родителей, для детей, для мужей, для жен, для жилых и молодых, для всех. Павел не ждет, чтобы вот эти вот поумирали. Он ждет, что верующие начнут показывать смирение и будут хранить единство. Ведь если мы с вами следуем за этой невероятно смиренной личностью, Господом Иисусом, у которого, когда он был на земле, были все основания, больше, чем у любого из нас, для того, чтобы жаловаться, для того, чтобы роптать, но он ни разу не проявил ропота, страдая, не угрожал, будучи злословием, не злословием взаимно, но все предавал судьи праведному. Он уповал на небесного Отца, доверял Ему. Он знал, что все имеет смысл, имеет цель, как и мы с вами, в наших обстоятельствах можем знать, что все для Божьей славы и все для нашей пользы, даже если нам сейчас это не все понятно. Подражание Христу, вот о чем здесь думает Павел, когда пишет этот текст. Ропот или дух осуждения отражают неблагодарный к провидению Божию и ненависть и презрение другим людям. Это отвержение благодати на самом деле, Божьей благодати, это работает против нашего спасения, это не разработка спасения в каждой сфере, это уничижение и перед лицом самоуничижения Иисуса и его духа служения, которым обладал ропот и сомнения это уродливое чудовище. Это первый принцип, который Павел здесь нам показывает. Второй принцип находится в 15 стихе в самом начале он говорит о том, чтобы мы не забывали кто мы теперь есть. Смотрите, он пишет, чтобы вам быть безупречными и чистыми детьми Божьими, непорочными. Он дает здесь три характеристики нас с вами, которые теперь дети Божьи, которые ожили, которые раньше были мертвы во грехах, теперь они новое творение во Христе, теперь они дети Божьи. Он дает три характеристики. Вот смотрите, во-первых, безупречные. Это слово относится к цельности. Его часто употребляли для того, чтобы сказать о качестве вина, что оно неразбавленное, неразмешанное. И также его использовали для описания ювелиры, для того, чтобы сказать, что вот этот драгоценный металл настоящий, там золотой, серебряное, какое-то произведение, украшение, оно безупречно, это в том смысле, что это не какой-то там, не знаю, кусок металла, покрытый серебром. Это на самом деле серебро. Это цельное, это настоящее, это реальное. Павел не говорит здесь, пока, вот как вы можете стать детьми Божьими, если вы будете жить хорошо. Он говорит, нет, вы дети Божьи, поэтому так живите. Покажите это через безупречное поведение, то есть цельное поведение. Второе слово, чистые, безупречность говорит о цельности, а чистота говорит о невиновности. Это же самое слово Павел использует в послании к римлянам, глава 12, глава 16, по-моему, стих 19, да, будьте мудрен добро и просты на зло. Другими словами, не загрязняйте свою жизнь, не смешивайте ее со злом, не разбавляйте свое богатое и ароматное свидетельство, орошая свою жизнь компромиссом с грехом. Вот о чем говорит здесь апостол. Один писатель-сатирик как-то забавно пошутил, что нам нужно жить так, чтобы нам не было стыдно и страшно продать своего семейного попугая городским сплетникам. Наши слова подтверждаются делами. Мы везде одинаковые, мы настоящие, поэтому живем в чистоте, мы новое творение во Христе. Вы заметили, что даже неверующие люди, когда слышат, что мы называем себя христианами, ожидают от нас автоматически благочестивого поведения. Так вот, дорогие, где бы они находились, где вы работаете или учите, или живете, скажите всем, что вы верующий человек. Это будет, знаете, выигрышно во всех отношениях с двух сторон. и этим неверующим людям вы будете рассказывать им о Боге, и эти неверующие люди будут держать вас в подотчетности, чтобы вы жили благочестиво. Обретите свободу, скажите всем, что вы христианин, что вы христианка. И апостол добавляет здесь еще одно слово для описания нашего поведения. Не только безупречные, не только чистые, то есть цельные и невиновные, то есть не живущие в каком-то грехе, но и непорочные. Непорочные. Это слово означает буквально быть незапятнанным чем-либо. Быть незапятнанным чем-либо. То есть Павел призывает верующих в Филиппах хранить свои отношения, свое мышление не только на личном уровне, но и на общественном, публичном, и в церкви, и в мире без лицемерия, без примесей, без толерантности ко греху, без разговоров, пропитанных ропотом и препирательствами. Вы дети Божьи. Поэтому так поступаете. Это наше право, это наши привилегии, это наша ответственность. Если мы дети Божьи, это станет заметно. Я участвовал как-то в рукоположении одного брата и открытии церкви. Этот брат в прошлом был алкоголик. Пил очень хорошо. Самая любимая игра у него была литробол. И, знаете, в момент его рукоположения в зале сидели его верные собутыльники. И когда мы сели с ними вместе кушать на праздничный обед, я спросил, правда ли, что вот этот человек он с вами пил и был известен на весь район? Они сказали, да, да, поэтому мы пришли посмотреть. Но мы просто были в шоке, как он стал жить по-другому. Друзья дорогие, наша жизнь, где мы не оказываемся, она точно будет влиять наше окружение. Поверьте, в вашем окружении люди будут меньше материться, меньше обманывать. Это минимум влияния, которое мы оказываем. Но мы не можем не влиять, если мы есть. Потому что мы дети Божии. Павел как будто бы хочет напомнить здесь филиппийцам и нам с вами, что мы духовно ожили, мы искупленные дети Божии. Мы принадлежим ему. Поэтому наши поступки, они призваны отражать и показывать Христа. Христиане должны напоминать себе каждый день. Да, да, каждый день. Я Дитя Божия. Я Дитя Небесного Отца. И когда мы будем размышлять над этим благословением, об этом удивительном статусе, который мы получили, то это окажет нас мощнейшее влияние. Это изменит вашу жизнь, это усладит ваш дух, это наполнит ваше сердце радость, это поместит мир, я бы так же сказал, небеса в вашу душу. Я слышал одну историю от одной молодой христианки, еще в мою юность, как она, гуляя вечером со своими неверующими друзьями, получила приглашение пойти в одно неприличное место. И она заколебалась. Для нее это был такой, знаете, период выбора, идет ли она за Богом или нет, она выросла в христианской семье, но это все как-то для нее влияло и туда, и сюда. Тогда один парень из этой компании сказал ей, ты что, боишься своего отца, что он тебе сделает больно, если ты пойдешь туда с нами? И вот она свидетельствует, я задумывался несколько минут, а потом сказала, нет, он мне бы не сделал больно, но я бы сделала ему бы очень больно. Когда мы поступаем не как дети Божии, это точно причиняет боль нашему небесному отцу. Именно к этому ведет нас апостол Павел. Он говорит, не жалуйтесь ни на что в вашей жизни, потому что небесный Отец вас ведет. Это все от его руки. И не забывайте, что вы новое творение во Христе, вы дети Божии. Это приводит нас к третьему пункту. Вторая часть пятнадцатого стиха. Чтобы мы показали себя, он говорит, безупречными, чистыми, детьми Божьими, непорочными. И вот обратите внимание, где? Среди строптивого и развращенного рода. Среди строптивого и развращенного рода. Другими словами, братья мои и сестры, верующие, христиане, кто находится в эпицентре внимания всей цивилизации? Вот Павел говорит, что в центре внимания, в центре событий находимся мы с вами. Павел здесь не говорит, вы знаете, мир такой ужасный, такой просто гадкий, греховный, порочный, поэтому вам надо поскорее купить землю где-то, подальше, подальше от Москвы, где-нибудь там, не знаю, в Карелии или куда-нибудь там еще, и всем переехать туда. Построить благочестивую коммунну и жить вот в этой такой, знаете, идиллии христианского мира, в такой, знаете, утопии. Ну, у нас дети же будут рождаться тоже хорошие. Нет, конечно. Он не говорит о том, что вы выйдете и создайте свое гетто, спрячьтесь где-то в монастыре. Он говорит, вот здесь, среди этих людей вы живете. Он говорит о том, что наша благочестивая жизнь предназначена не только для воскресного богослужения, она предназначена прежде всего для нашего строптивого и развращенного поколения. Вот слово род, оно буквально означает поколение. Понимаете, живое христианство совершается не в каких-то искусственных условиях. Оно происходит в противной среде, неудобной, некомфортной, негодной, если хотите, просто грешной среде. Те люди, которые думают, надо убежать куда-то, в другую страну, в другое место спрятаться, найти какое-то уникальное, лучшее место на земле, не вполне внимательное к тому, что говорит здесь апостол Павел. Он говорит, Бог намеренно вас поместил среди такого строптивого и развращенного поколения. Это Божий замысел, что вы были именно там. Это ваше призвание, право и привилегия оказаться среди таких негодных людей. И знаете, если мы с вами внимательно и беспристрастно посмотрим на наше окружение, на нашу жизнь сегодня, то мы поймем, что не только поколение Павла было строптивым развращенным, но это поколение также и наше с вами. Слово строптивый, его редко используют сегодня в нашем привычном разговорном лексиконе, оно происходит от греческого слова сколиоз. Сколиоз изогнутый, искалеченный. Мы используем это для описания обозначения сколиоза, этого бокового искривления позвоночника. Времена Павла это означало морально извращенный. И апостол описывает свой первый век, и его описание очень похоже на наш двадцать первый век. Понимаете, у нас есть человеческая склонность думать. Вот, знаете, наши люди, наше поколение, оно такое, знаете, ну, нормальное. Ну, либо, знаете, так по-другому сказать, старшее поколение говорит, вот наше поколение было нормальное, а вот молодое ужасное. Либо мы думаем так, вот люди, живущие в России, это вот нормальные люди, а вот там где-нибудь, не знаю, в Африке, в Америке, где-нибудь там еще, в Азии, ну, это просто кошмар. Ну, дорогие мои, слово, которое говорит здесь нам апостол, оно не говорит о том, что есть какая-то география, где живет этот строптивый и развращенный род или поколение. Более того, это правда, что некоторые культуры, они, кажется, чуть более моральными, более просвещенными, более развитые, чем другие, но нам не нужно себя сравнивать с другими. Нам не нужно уподобляться этому фарисею, который молится в храме, говорит, Господи, я благодарю Тебя, что я не такой грешный, как этот мытарь. Нам нужно сравнивать себя не с этим мытарем, нам нужно сравнивать себя с божьими стандартами. А когда мы сравниваем себя с божьими стандартами, то вся наша праведность, цитируя пророка Исаию, как запачканная одежда. И даже сама реальность вокруг нас сегодня говорит о том, что нашему обществу крайне сильно потребно иметь исцеляющее действие Евангелие. Наше общество нуждается в Божьей благодати, примирении. Я не буду рассказывать страшные истории, которые происходят прямо сегодня, но я парочку вещей статистических их просто приведу к нам. И помните, как мы с вами в свое время, которые чуть-чуть постарше, смеялись над располневшими американцами. Вот эти американцы там бургеры кушают. Вот не то, что мы такие стройные, отличные советские жители, которые сдают все там ГТО и так далее. Вы знаете, что оказывается по последним вопросам буквально этого года? 62% взрослого населения нашей страны имеет лишний вес или уже страдают ожирением. 62% по статистике у нас на 10 браков в России приходится 7 разводов. На 10 браков 7 разводов. Это сколько поломанных жизней, сколько смущенных детей. Знаете, я вспоминаю выступление в свое время вице-премьера Татьяны Голиковой на заседании Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Она сказала, что у нас три четверти сирот имеют живых родителей. Когда еще Астахов был в этой сфере, то процент был 84. Просто вдумайтесь. кто находится в детских домах, как они там оказались. Статистика посещения храмов у нас колеблется от 1 до 5%. Я могу продолжить эту статистику и про рост подростковой преступности, и про коррупционные скандалы, даже среди чиновников высшего звена, и про рост ВИЧ-инфицированных и наркоманию. Да, у нас немало хорошего в обществе, слава Богу за это. Но нам также нельзя закрывать глаза на реальность. Мы живем среди духовно-больного и не особо морального общества. Вы знаете, кто сегодня наиболее активен в затопленном Орске? Мародеры. Они очень активны. То есть, вместо того, чтобы помогать людям, они грабят людей. Вместо того, чтобы в этой трагедии прийти с заботой, они приходят со злом. Смотрите, Павел добавляет еще одно слово для описания нынешнего поколения. Не просто оно перекрученное, оно морально извращенное, оно еще и, он говорит, развращенное, не только строптивое, развращенное, то есть, это искаженное, перекрученное, то есть, он указывает на неестественное состояние морали. Не только оно низкое, но оно также и неестественное. Вы помните, как завершается самая первая проповедь в церкви, которую говорил апостол Петр? Это Деяние, вторая глава. Самая первая проповедь. Вот как он заканчивает свою проповедь, это вторая глава, Деяние, 40 стих. И другими многими словами он свидетельствовал и уищевал, говоря, спасайтесь от рода этого развращенного. Спасайтесь от этого морально банкротившегося извращенного поколения. Понимаете, даже для апостола Петра такая реальность не была удивлением, таким было окружающее общество его времени. царь Соломон, который жил много раньше, который написал эту прекрасную книгу притчей, так объясняет, зачем она была нужна. Я читаю из второй главы книги притчи с 12 стиха. «Чтобы спасти тебя от пути злого, от человека говорящего лош, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются делуя зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы, и которые блуждают на стезях своих». Посмотрите, и Петр, и Павел, и Соломон, они согласны. Вот какое мое поколение. Оно строптивое и развращенное. Сегодня мы наблюдаем, как разные культуры, как разные общества в нашем современном мире противостоят Божьей истине. Что ведет их к разрушению, это где-то через жадность, идолопоклонство к материальным вещам, где-то через продолжающиеся убийства миллионов нерожденных детей каждый год. Знаете, меня это ужасает на самом деле, это одна из болей моего сердца. Потому что аборты у нас финансируются из наших налогов в государственных клиниках. Через закрытое подавление истины на нашем создателе, я удивляюсь, но у нас в обществе все больше растет нео-атеизм. Есть разные причины, почему так. Через пренебрежение Божьим замыслом о браке, я привожу примеры, что у нас сегодня очень много чиновников разводится. Даже в советское время, если чиновник разводился, его снимали с должности. Сегодня у нас просто масса высших чиновников, которые развелись. И это нормально. Через пристрастие миллионов, миллионов людей к алкоголю и наркотикам. Через заступность бездравственных развлечений. В конечном счете, даже через идолопокосы перед телевидением, когда люди верят всему, что говорят. Когда Библия уходит на задний план. и моральным авторитетом становят не Писание, а какие-то телевизионные телепрограммы. Наш текст говорит не только про поколение филиппийской церкви, он говорит и про наше. Но знаете, что меня больше всего вдохновляет в этом ужасающем, ну, как в этой ужасающей картине? что Иисус Христос пришел на эту землю к такому поколению. Он пришел к такому ужасному поколению, которое распяло его на кресте, которое отвергло его. Иисус умирал на кресте не за друзей своих только, но и за врагов. Иисус не спрятался. Вот почему он молился в своей известной пересвященнической молитве и говорит «Отче, я не молюсь, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Поэтому когда мы живем здесь, мы идем по стопам Иисуса. Это поколение, по словам Павла, наблюдает за нами внимательно. И Бог нас не случайно поместил среди этого поколения. Почему? Зачем? И мы приходим к четвертому пункту. Посмотрите на стих 15 и начало 16 стиха. «В котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни». Когда вы думаете, что вам плохо живется, когда вы думаете, что вам тяжко, когда вы испытываете нудовлетворение и недовольство, то знаете, о чем нужно просто вспомнить? Что все вокруг вас, кто не знает Христа, живут в духовной тьме. Просто увидите эту реальность. Вот почему Павел говорит здесь «сияете, как светило в мире». Христианин светит. Знаете почему? Потому что окружающий мир очень темный. Вот на какой контраст указывает здесь апостол. Павел по сути говорит церкви «ваш свет освещает путь домой для этого запутавшегося, заблудшего греховного поколения, поколения, которое потерялось во тьме. Просто знайте, что когда окружающие люди будут вас высмеивать, будут говорить, что вы, став верующим, сошли с ума, что вы какой-то неадекватный, напрасно тратите жизнь, что вы неудачник, что вы запутались, что вы какой-то сектант, что вы не видите реальной жизни. Не смущайтесь, пожалуйста. Это говорят люди, которые сами находятся во тьме. Они сами находятся во тьме. Апостол Петр в своем первом послании так говорит, помните, глава 2, стих 9, что Бог призвал нас откуда? Из тьмы свой чудный свет. Ранее мы лежали тьме, теперь мы свет в Господе, поэтому ходим, как дети света. Иисус Христос сказал, я есть свет миру. А потом Он говорит на горной проповеди, что мы свет этому миру. Почему? Потому что мы отражаем его свет. Потому что Он живет в нас. Мы освещаем этот мир своей жизнью через проповедь Евангелия. И понимаете, свет светит, это его природа, он не может не светить. Свет не существует для того, чтобы проклинать тьму. Цель света рассеять тьму и показать дорогу домой. Поэтому те верующие, которые начинают подать такую ловушку и говорят, о, как все ужасно, какие ужасные люди, вот я один хороший остался и больше никого и моей души ищут. Они не понимают. Наша задача не высвечивать греховность этого поколения, а показывать путь ко Христу, к истинному свету этого мира. Наша задача не оправдывать себя и говорить, о, я не такой грешный, как этот мытарь, а наоборот говорить, о, вот этот славный святой Иисус умер за меня грешника, чтобы спасти и этого грешника, и этого, и этого. Вы ничего специально не делаете, вы просто живете как настоящий христианин и вы освящаете, влияете на свое окружение. Мне кажется, мы на нашей малой группе недавно говорили, и одна сестра сказала, знаете, я вот стала работать здесь, и у меня в коллективе люди стали меньше материться, ну, потому что она не матерится, и люди стали вдруг видеть в контрасте себя и ее. То есть, они не замечали раньше, потому что не было этого света, а теперь он появился, и вдруг они увидели, о, вот что мы оказывается делаем, она не делает это. Мы знаем, что никто не спасется, если он просто перестанет использовать нецентричную брань, но мы знаем, что это хороший повод для разговора, почему я так не поступаю. Вот почему апостол Павел говорит, что мы содержим слова жизни, буквально слово переводится как крепко держаться, удерживать. Вокруг столько много у нас соблазнов, голосов, неверных, как говорят сегодня, паттернов поведения, моделей, восприятия, отношения, посылов, предложений, но мы-то знаем, где подлинная жизнь, мы-то знаем, где настоящая радость. Как тот же Петр в своем послании, которое я уже цитировал, говорит чуть выше, в 2 главе 1 послания, что мы вкусили, что благ Господь. Мы вкусили, поэтому мы хотим, как новорожденные младенцы, изучать Божье Слово. Петр это понял еще раньше, помните, когда Иисус проповедует, и 6 глава Ивангелия Теана о том, что он есть хлеб жизни, шедший с небес, и что нужно вкушать его, то есть принимать его верою, то люди, слушая его, говорят, ну какая-то ерунда, что он такое говорит? И они стали от него уходить. И Иисус обращается к своим близким ученикам, к апостолам и говорит им, и спрашивает, не хотите ли вы отойти так же от меня? На что Петр отвечает, кому нам идти, Господи? Ты имеешь слова вечной жизни, вот она, где жизнь, в Божьем Слове, вот он, где свет, Божьей Истине, вот что дает реальная жизнь, это Евангелие. Кстати, интересно, что этот глагол содержим, он означает не только, что мы держим ради себя, но он также означает, как протягивать кому-то пищу или питье. То есть мы, по сути, протягиваем эту истину, мы не просто спрятали в своем гетто христианском и говорим, уйдите от меня все эти нечестивые, справтивые, разращенные, а мы, наоборот, протягиваем этим людям этот свет жизни, протягиваем Христа. Вот почему Павел использует слово светило, и светило это больше, чем свет, это больше, чем просто светить. Светило здесь, в этом контексте, их используют для описания навигационных маяков. То есть Павел говорит, что мы указываем на безопасный путь, куда идти, как жить, ради чего жить. Друзья мои, братья мои, сестры, мне кажется, что мир становится хуже. Но это не повод для уныния или отчаяния. Это повод для того, чтобы порадоваться, значит, наш свет будет ярче. Как сказал наш поэт известный, помните, когда ночь темней и ярче звезды. Павел говорит здесь, сияйте, вокруг вас сгущается тьма, значит, вы будете сиять еще ярче, обстановка располагает, и вы будете указывать путь домой по благодати через веру Христа. Крепко схватитесь за Иисуса, мои братья и сестры. Давайте схватимся за Него, так, чтобы свет Его шел от нас. Итак, подводим итог. Три практических принципа финальных. Как мы это будем делать? Когда вы отказываетесь жаловаться на свою жизнь, то решаете подчиниться Божьим цели. Когда вы отказываетесь идти на компромисс со своей верой, то выбираете показывать характер Бога, характер Христа. И, наконец, когда вы отказываетесь скрывая свет, то решаете приглашать других к Божьей благодати. Итак, как нам начать сиять в нашем мире? Посмотрите, с чего начинается наш отрывок. С самого начала просто перестать ворчать и жаловаться на жизнь друг на друга. Верховный мир увлечен этим. Он и так умеет это делать и без нашей помощи. Он наблюдает, и ему важно видеть наши отличия. Знаете, я могу приводить много истории того, как Господь спасал людей здесь в нашем собрании. Ну, вот сейчас мне на память пришла Аня Дупан. Я помню, что, когда мы с ней только познакомились так поближе, это во время свадьбы Тимура и Ильианы, наших прошлых членов церкви, я не знал, на какой кобыле к ней подъехать. У нее все было прекрасно. И семья, и дети, и вроде муж банкира, работа чудесная, высококлассный юрист, и детей немало, один лучше другого. Но когда с ней стали работать Тимура и Ильиана, наши братья-сестры, которые на порядок были менее квалифицированными юристами, чем она, она заметила другие отношения. И это вызвало у нее массу вопросов. А потом мы крестили ее. Наши истории, их много историй. Люди поехали на сплав, понаблюдали, как ведут себя верующие. Они приехали на Рождественский выезд, посмотрели, и вдруг они увидели совсем другие отношения. Они стали читать Писание и уверовали. Просто покажите дух смирения и радости в сложных обстоятельствах. Не поддавайтесь этому духу ропота и конфронтации. Будьте людьми благословения, как в вашем окружении, как в вашем доме, как в нашей церкви. Давайте помолимся об этом. Спасибо. Спасибо. Спасибо.